Игру Престолов Ну, что-то уже поменьше. Ладно. А сейчас давайте вспомним, за сколько вы купили билет на этот фильм. Кто купил билет дешевле 250 рублей? Так, есть. Классно. Ничего страшного нет. Я понимаю, что вы, скорее всего, ходили либо утром, либо это те люди, которые сидели на первом ряду. Нормально. Я сама бываю в таком числе. А теперь давайте, пожалуйста, поднимем руки те, кто купили дороже 250 рублей. Так, вообще таких нет. А, вот есть. Вижу. Прожектор светит. Ну, два мажора есть у нас здесь. Ладно, классно. Определили. В любом случае, я вас всех поздравляю, потому что вы внесли свой вклад вот в эту гигантскую цифру. Да. 2 миллиарда 790 миллионов долларов США. Или 183 миллиарда рублей. Цифра кажется немного непонятной, поэтому я скажу, что это годовой бюджет Республики Татарстан. То есть мы с вами, 4 миллиона человек, целый год живем на сумму, которую фильм с Тиселе собрал за 10 недель. А теперь давайте вернемся к Игре престолов. Первую серию заключительного сезона Игры престолов посмотрело 70 миллионов человек. На секундочку, это каждый сотый житель нашей планеты. Как видите, кино сегодня — это гигантская индустрия. И неудивительно, что многим кажется, что для того, чтобы снять свой фильм или хотя бы попасть в кино, нужно быть либо гением, либо иметь много денег и связи. И я думала точно так же. Но мое мнение изменилось. И сегодня я хочу изменить ваше. Давайте перенесемся в тот момент, когда я впервые поняла, что мое мнение о кино изменилось. Это произошло в день премьеры моего полнометражного фильма «Вирион». Красная дорожка, полный зал и эмоции зрителей. Именно в этот момент я осознала, что мы, любители-энтузиасты, выпустили в кинотеатрах свой собственный фильм. У нас не было ни кинообразования, ни опыта, но у нас было кое-что другое. Это искренняя, неудержимая мечта делать собственное кино. Кстати говоря, любовь к кино проявилась во мне с раннего детства. Я родилась в маленьком зауральском городке, в котором в моем детстве был только один кинотеатр. Назывался этот кинотеатр «Современник», хотя фильмы там показывали отнюдь несовременные. В принципе, и сейчас не особо что-то поменялось. Тем не менее, каждый поход в этот кинотеатр был для меня настоящим праздником, потому что я очень любила кино. И, видя эту любовь, моя мама в седьмом классе подарила мне видеокамеру. И я начала снимать свои первые школьные фильмы. После окончания школы я не поступила в театральный вуз. Не потому что я не смогла, а потому что мои страхи взяли вверх, и я даже не попыталась. Я испугалась конкуренции, испугалась вступительных экзаменов, что не найду работу по специальности. И поэтому выбрала стабильный вариант классического гуманитарного образования историка, чтобы потом гарантированно устроиться на работу в вузе. Кстати, я уже пять лет работаю в сфере диджитал, что в итоге далековато оказалось от эстфака. Так или иначе, после окончания вуза желание снимать кино меня не покинуло. Я делала прикольные ролики для друзей к дню рождения, снимала видео для работы, но сделать что-то по-настоящему серьезное я не решалась. Зато решились мои друзья. Они придумали снимать свое кино и пригласили меня поучаствовать. И вот, за чаем с печеньками, мы собрались и принялись придумывать идею нашего будущего фильма. Вариантов было много, но мы, как нам показалось, выбрали самую актуальную тему. Мы решили показать зомби-апокалипсис в Татарстане. Как понимаете, тема действительно очень злободневная. И вот мы, вдохновленные этой идеей, принялись везде ее анонсировать. А нас спицали в соцсетях, на инфопорталах. Мы ходили на радио, на телевидение. В общем, мы проанонсировали этот фильм везде. Однако в плане кино, создания его, мы практически ничего не сделали. И, конечно, было очень страшно. Я боялась опозориться. Боялась, что мы просто не сможем закончить этот фильм. А если закончим, то он получится ужасным. Тем не менее, в этот раз я переборола свои страхи, и мы начали работу. Сами того не осознавая, мы сделали самый сложный шаг в реализации любого проекта. Мы начали. Обстоятельства были против нас. Но мы не стали ждать, пока мы выиграем миллион рублей от фонда кино, или пока кто-нибудь из нас через пять лет выучится на крутого кинооператора. Мы взяли инициативу в свои руки и начали работать. Начало съемочного фильма нашего проекта было по-настоящему замечательным. О нас писали СМИ. К нам присоединялись единомышленники. Люди бесплатно нам давали свои дома и машины. Кстати говоря, одну из машин наш зомби даже благополучно разбил. Чтобы вы понимали, насколько энтузиазм нашей команды зашкаливал в этот период, я расскажу один забавный случай. Для продвижения нашего фильма нам требовалось снять небольшой тизер. По задумке там должна была присутствовать окровавленная машина, зомби и жертва, которую он благополучно поедает. И все бы ничего, но кадр нам этот требовался на фоне Казанского Кремля. И вот 5 утра, машина, зомби, кишки, сосиски, которые мы купили накануне в пятерочке, и мы готовы снимать. И тут к нам подлетает полицейская машина. Видя всю эту мизансцену, они, естественно, решают, что произошло что-то ужасное. Они кричат «Все живы! Скорую вызвали! Что произошло?» А мы, мало того, что залили пол Кремлевской улицы бутафорской кровью, не удосужились получить никакого разрешения на эти съемки. Но вы же помните наш энтузиазм. Мы принялись доказывать сотрудникам полиции, как нам важно снять этот тизер. Что это важно для нас, для фильма, для будущего республики. В итоге полицейские сдались, пожелали нам удачи и даже пообещали посмотреть наш фильм в кинотеатре. Так что да, начало любого проекта — это самое замечательное и веселое время. Все съемки напоминали выезд на природу с друзьями. Однако довольно скоро на смену эйфории пришло осознание, что создание фильма — это очень тяжелый труд. Что после восьмичасового рабочего дня, а у нас у всех еще была параллельная работа, мы три часа тратим на репетиции. А все выходные у нас уходят на съемки. У нас не оставалось времени ни на отдых, ни на личную жизнь. Некоторые ребята покинули проект. А у тех, кто остались, начались первые серьезные конфликты. Так наш проект перешел в стадию долины смерти. Вы спросите, что такое долина смерти? Долина смерти — это период в жизненном цикле любого проекта, когда команда сталкивается с первыми серьезными трудностями. И тут есть два варианта. Решить эти трудности и реализовать проект, либо сдаться и похоронить его. Мы выбрали первый вариант. Мы собрались с командой, открыто высказали друг другу все свои претензии, расписали решения для сложных задач, распределили ответственность по бытовым задачам. И самое главное, мы очень много времени посвятили визуализации результата. То есть тому, ради чего мы все это начали. Мы расписали премьеру нашего фильма, начиная от красной дорожки и до оваций зрителей. Кстати говоря, многое из этого потом совпало в реальность. Интересно знать, что как только вы пройдете долину смерти, вас сразу же подхватят ангелы. Кто такие ангелы? Ангелы — это люди, которые окажут важнейшую поддержку в развитии вашего проекта. Когда вы только начинаете, вы им неинтересны. Потому что они ищут тех, кто доказал, что умеет преодолевать трудности. Так случилось и с нами. По всем законам кинобизнеса, наш фильм «Вирион» не должен был выйти в прокат, потому что он был снят любителями, энтузиастами и практически на коленке. Но наши ангелы нас нашли. Более 150 человек поддержало нас на краудфандинге. Региональная киноорганизация «Время кино» нашла нам место для показа и проката. А государственная организация «Татар кино» купила наш фильм в региональный прокат. Так мы стали первым в Татарстане полнометражным фильмом, успешным на краудфандинге. И так мы начали менять правила игры. Открывая дорогу для тех, кто, имея даже лучшие исходные данные, чем у нас, не задумывался о прокате. Если вы пока еще не начали свой проект, вы можете стать ангелом для идей, которые вам нравятся. Так вы будете открывать дорогу и для себя. Итак, как вы поняли, мы сняли свой первый фильм. Мы ждали приглашений в интересные проекты, кинофестивали, кинонаград. Но ничего из этого не случилось. И что же делать? К нам пришло осознание, что мы сделали всего лишь малюсенький шаг на пути к своей мечте. И для того, чтобы сделать по-настоящему хорошее кино, нам нужно еще очень много учиться и работать. Это было очень тяжелое осознание. Мы полтора года делали фильм «Вирион». И еще целый год нам потребовался на то, чтобы решиться на новый фильм. Но мы это сделали. И снова чай, печеньки. И мы обсуждаем идею будущего фильма. Так родилась кохексия. Что такое кохексия? Кохексия — это медицинский термин, обозначающий крайнее истощение организма. И это именно то, что происходит с нашими героями, студентами-историками, которые принимают участие в безобидном, на первый взгляд, эксперименте. Им нужно провести две недели без еды, в закрытом пространстве и под пристальным наблюдением видеокамер. Однако в день окончания эксперимента наших студентов никто не выпускает. Вследствие длительного голодания у них начинаются галлюцинации. И они погружаются в события голода в Поволжье, о котором так много читали в исторических документах. В своем фильме мы лицом к лицу ставим современных персонажей, которые ради хайпа согласились на добровольную голодовку, и героев из прошлого, у которых не было никакого выбора перед трагическими событиями голода. Мы очень серьезно подошли к созданию этого фильма. Мы взяли в команду профессиональных сценаристов, провели огромную работу в Государственном архиве Татарстана и даже нашли реальные документальные видео 20-х годов прошлого столетия. Если в нашем фильме «Вирю» основные роли играли в основном наши друзья и знакомые, то в Кахексии мы сделали ставку на профессионалов. Так, например, одну из ролей в нашем фильме играл заслуженный артист Республики Татарстан Фанис Диганшин. Принимали участие в нашем фильме и другие актеры, у которых параллельно было много другой работы, но они нашли время, чтобы сняться в нашем фильме и более того, сделали это бесплатно. Именно с этим проектом, с Кахексией, мы прошли на казанский питчинг дебютантов. Кто не знает, питчинг — это своеобразная конференция-конкурс, где ты презентуешь свой проект и имеешь возможность получить партнерскую поддержку либо финансирование. Мы подготовились, и, как нам показалось, мы классно презентовали наш проект. Однако у жюри было другое мнение. Нас просто разнесли. Один из членов жюри прямым текстом сказал нам, «Это кино снимать не нужно. А вы не кинематографисты, а просто ребята, делающие контент для Ютуба». Надо ли говорить, как тяжело нам было слышать эти слова? И как сильно это ударило по нашей мотивации. И знаете, когда вы будете делать свой проект, вокруг вас всегда будут люди, которые скажут, «Это не твое, у тебя не получится, не трать на это время, зачем это тебе?» И здесь очень важно фильтровать эту информацию и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Мы очень сильно верили и верим в проект Кахексия. Поэтому, несмотря на все то, что нам сказали, мы решили, что мы будем его снимать. Целый год мы упорно работали над этим фильмом. И спустя год снова прошли отбор на казанский питчинг дебютантов уже в категорию для проектов, которые находятся в стадии завершения. Мы заняли первое место в этой категории. А советник министра культуры РФ по делам кино предложил нам помощь в федеральном прокате. Уже через месяц мы представляли наш фильм Кахексия в рамках Московского международного кинофестиваля. А через неделю показывали трейлер нашего фильма Константину Хабенскому, первые слова которого были «А можно посмотреть?». В конце лета мы уже были на замечательном кинофестивале на Кавказе «Хрустальный источник», где шли по красной дорожке с заслуженными звездами кинематографа под овацией зрителей. Сейчас наш фильм Кахексия готов и ожидает участия в своих первых фестивалях, а также в прокате. Я надеюсь, что у всех у вас будет возможность его посмотреть. Мы вас будем очень ждать. И, кстати говоря, обещаю, что билеты будут дешевле, чем на «Мстители». Кстати о них. Режиссеры этого фильма, братья Русса, сняли свой первый фильм на деньги с кредитных карточек, которые они правдами и неправдами набрали в различных банках. Они оббивали пороги киностудий, обзванивали продюсеров и агентов, пока один из них не заинтересовался и не предложил им снять голливудскую версию их фильма. Сейчас все мы знаем, что братья Русса сняли самый кассовый фильм в истории кино. Вне всяких сомнений, у них было очень много трудностей на пути к этому успеху. И мы, вдохновляясь подобными примерами, несмотря на то, что у нас у всех есть работа далекая от сферы кино, уже пять лет снимаем кино на голом энтузиазме. И у нас, простых казанских ребят, и у заслуженных сегодня режиссеров братьев Русса есть кое-что общее. Это искренняя вера в мечту. А там, где есть вера, нет ничего невозможного. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова